Добрый день друзья! В последнее время я много рассказывал вам о своем новом проекте вот об этом полюдариуме и последние два месяца я очень активно занимаюсь этим новым проектом, но это не значит что я забросил остальные свои проекты и сегодня я хочу рассказать о том как проживает мой солоноводный аквариум. Вот мой солоноводный аквариум который я подсаливаю морской солью до уровня 3-4 промилле. Он очень быстро зарастает, буквально месяц назад я его уже пропал и сегодня спустя месяц он опять нуждается в пропулке. Очень быстро растет в нем волеснерие всех сортов и обычная и спиральная вылезает сюда на песочек на мелкий и разрастается по всему аквариуму. Также переднее стекло этого аквариума стало покрываться ксенококусом. Ксен сюда пришел совершенно недавно, не позже месяца назад. Вот так вот разрастается волеснерие, пускает свои усы по всему аквариуму, по мелкому песочку и вот передний план сейчас в этом аквариуме сильно зарос волеснерие. Сейчас я собираюсь сделать пропулку, поменять здесь воду и потом посмотрим что у меня получилось после пропулки и немножко познакомимся с новыми обитателями этого аквариума. Итак пропулка этого аквариума в разгаре, выдрал массу травы отсюда. Сначала я удалил отсюда с переднего плана всю траву с корнями волеснерию. Вот тут есть волеснерия гигантская с побегами, волеснерия спиральная и волеснерия обыкновенная. Выдирал с корнями и у меня получилось вот столько этих растений. Если кому-то нужна волеснерия, в течение пяти дней с момента выхода ролика выйдите на меня вконтакт, ссылку на мою страницу вконтакте я оставлю под роликом и я отдам вам вот всю вот эту пропулку совершенно бесплатно. Это для тех кто живет в Воронеже. Рассылкой травы я не занимаюсь, тем более сейчас зима и довольно холодно. Во время пропулки нечаянно оборвал почти все листья опанагетона, перепутал, выдирал на ощупь волеснерию и перепутал здесь волеснерия с опанагетоном. Выдрал вот так же из угла вот такую Вобикусу. Это у меня... Сейчас дайте вспомнить. Вот так вот обросла Вобикуса. Сагитария гигантская. Но сагитария гигантская осталась здесь в том виде, в котором я ее сюда посадил. Только кочка вся обросла. Она была гораздо больше сильно обросшая. Вся была в обычной волеснерии. Волеснерия обычно укоренилась в этой кочке. И нашел также здесь еще одно интересное растение, которое я совершенно потерял в этом аквариуме. Вот такой вот симпатичный анубиус. Когда я его купил в сухой форме, он мне сбросил практически все листья. Сейчас вот эти все листья на нем вышли с ноля. Эти все листья появились уже в этом аквариуме. Ну и тут еще часть растений, которые я верну в этот аквариум. Так выглядит солноводный аквариум на второй день после прополки. Сейчас вода здесь расфильтровалась и можно показать, что у меня получилось после первого этапа прополки. Я убрал все растения с переднего плана. Успел почистить вот эту вот часть песочка. По совету одного из моих зрителей я использовал для этой цели сачок и прямо в аквариуме сачком отфильтровал весь мусор, который убрал из аквариума после того, как сверху отсифонил экскременты от рыб. Аквариум стал несколько просторнее, более светлым. И сейчас мне предстоит еще второй этап прополки, когда я хочу заняться чисткой вот этой части аквариума. Хочу также почистить здесь песок и возможно после второго этапа сделаю небольшие изменения в дизайне аквариума. Внесу кое-какие коррективы. Вот эти маленькие черные пятнышки, палочки на песке, это следы жизнедеятельности вот этого деятеля, креветки амана. Вообще эти креветки амана довольно мусорные и от них очень много вот таких вот отходов в виде палочек. Это все ее отходы. Ну и в заключение хочу вам показать один небольшой сюжет, очень забавный. Я снимал ролик перед прополкой этого аквариума и в кадр совершенно случайно попали скрытные обитатели этого аквариума. Я их не заметил во время съемок и смог разглядеть только во время просмотра этого ролика. Прошу внимание на экран. Парочка неоновых сидят на камнях. Бычки неоновые. Три штуки сразу. Один на ракушки. Один вот здесь на коряге и один вот вышел на песочек. Немалек лимии. А вот здесь совсем не заметен вот такой бычок. Сразу и не заметишь если не присмотреться. Неоновых бычков видно сразу. По яркой неоновой полосе около глаз. И вдоль всего тела. Ну вот друзья. Генеральная уборка этого аквариума завершена. В ходе этой генеральной уборки я сделал кардинальную прополку растений в этом аквариуме. Сделал тщательную глубокую очистку грунта. Также пересадил некоторые растения и внес некоторые небольшие изменения в интерьер этого аквариума. Во время этого ухода за аквариум я постарался не нарушить его естественный природный вид. Сделал массированные подмены воды и пронаблюдал за состоянием аквариума. Пронаблюдал в каком плане. Нуждается ли этот аквариум в каких-то дополнительных коррективах, в удобрениях или изменения параметров воды. Ну вот в данном конкретном случае я вижу что все обитатели чувствуют себя нормально. Растения здесь растут превосходно. Не требуют никаких удобрений и каких-то кардинальных вмешательств в жизни этого аквариума сейчас не требуется. В промежутках между такими квартальными генеральными уборками я делаю лишь легкую сифонку воды, легкую сифонку грунта с подменами воды. После генеральной уборки аквариум посвежил, посветлел, заиграл новыми красками. Сейчас он выглядит вот так вот. Очень симпатично. Аквариум светлый, просторный, чистый. Ну а о том, как я ухаживаю за грунтом в этом аквариуме я вам расскажу в следующем ролике. На сегодня все. До свидания. Всем пока.